Инициировал эту акцию еще в 2014 году Международный союз «Наследники Победы». Она призвана побуждать людей к поиску мира, поиску выхода из сложившейся ситуации, а также осмыслению каждым человеком своего вклада в дело по защите мира на планете, в своей стране и в своем доме. Не случайно символом мира выбран голубь, ведь именно эта птица после всемирного потопа принесла оливковую ветвь и весть о примирении Бога с людьми на корабльное. С тех пор чистое, спокойное небо над головой – это признак мира. Вы видите чистое небо, ясное небо, небо без войны. И сейчас, когда во многих уголках нашей планеты идут вооруженные конфликты, мы с вами живем в спокойной стране, без войны. За это я прошу поблагодарить наших ветеранов и, конечно же, всем нам приложить усилия, чтобы наша страна оставалась такой же спокойной, красивой, и в ней никогда не было войны. Мир – это счастливая жизнь, это спокойствие, радостные улыбки детей и матерей всей планеты. На акцию были приглашены те, кто сделал все, чтобы в нашей стране люди чувствовали себя в безопасности. Это ветераны Великой Отечественной войны, малолетние узники концлагерей, ветераны локальных войн и первостроители города. Я представляю тех людей, ветеранов нашего города, которые знают, что такое война. Естественно, что мы в первую очередь будем бороться за то, чтобы никогда над нашей родиной не летал враг, чтобы на нашу территорию не ступил наш неприятель. Естественно, что мы надеемся на всех вас, ребята. Надеемся, что вы закончите школу, что мальчики станут защитниками родины, а девочки им будут помогать. Хотелось бы в это верить. Мы живем в мирное время, и нам трудно представить, что человеческую жизнь оборвать очень легко. Ужасы войны знакомы нам, к счастью, только с экранов телевизоров. Но каждую минуту на планете Земля погибают люди. И мы должны приложить все усилия, чтобы это прекратить, чтобы наши дети никогда не столкнулись с войной. Я голосую за мир, сердце всего народа. Я голосую за мир, равенство и свободу. Я голосую за мир, памятью всех хатыней. Я голосую за мир, чтобы земля в пустыню не превратилась вдруг. Чтобы на целом свете, между добротой рук, были знакомы дети. Что для тебя значит мир? Это жизнь и радость. Мир очень важен, потому что мы должны знать, где мы живем. В спокойном или в неспокойном мире. Мир должен быть всегда спокойным, без войны. Все празднуют, которые празднуют на Земле. И это означает, что везде мир должен быть. В мире должно быть все спокойно и гладко. Если будут бушующие войны, то все люди в мире погибнут. Перед человечеством стоит множество задач. И главное из них – сохранить мир на Земле. Сберечь для потомков нашу маленькую по масштабам Вселенной планету, которая из космоса выглядит голубым и прекрасным шаром.